Первый снег принес не только новые перемены в природе, но и прибавил нам дополнительной хозяйственной хлопоты. С утра кто-то разгребает дорожки, а кто-то занимается добычей пропитания. С наступлением морозов мы стали ловить крупную рыбу, не волнуясь за ее сохранность. Килограмм 6 на поличных. Дня на 3, но хватит. А что, олень не видел следы? Нет, пока ничего нет, все тихо. Завтра надо на плато идти наверно, мы это не стороной обошли, то есть по долине не пошли в озеро, аж, видишь, открыто, река открыта. Может на плато пошли? Пойдем завтра на плато из погоды с тихо. Ну, заноси домой, я сейчас зайду, разделаю. Это голец, его можно есть сразу сырым, только надо малость присолить и оставить на 5-10 минут. Хребет-то не перережешь. А какой он бесподобный в жареном виде или в ухе, словами передать невозможно, надо только пробовать. Главная составляющая ухи – это голова, хвост и плавники. А самая деликатесная часть, не отгадайте, это, конечно, щеки. Вкусностями мы не забывали делиться и с нашими соседями, у которых, в отличие от нас, обитателей домика на Аяне, настали трудные времена. В конце сентября снег окончательно засыпал плато. Теперь он не растает до весны. Первый снег для обитателей плато – предвестник самого тяжелого и опасного времени. Разве что для зайцев и куропаток он стал большим облегчением. Теперь они могут не прятаться в кустах, а спокойно покинуть свои заросли и слиться с ландшафта. Для нас снег стал большим подспорьем, ведь по следам мы сразу узнаем, где и когда появятся волки. Но для этого надо ходить, ходить и ходить, а оставлять предбанник открытым в это время уже не стоит. Неизвестно, лег спать медведь или нет. Да и Росомаха в последнее время стал частенько нам попадаться на глаза. Вдруг кто-то из них ненароком забежит внутрь и наведет свои порядки. Ведь голодное время не за горами. Хотя, что для них эта дверь с кухонным плечком? Но для нас она хорошее самоуспокаивающее средство. Мы быстро навешиваем дверь и со спокойной душой отправляемся в долину. Следов в лесу было мало. Обычно первый снег пугает животных и они передвигаются неохотно. Попросту отсиживаются на месте. Но такая перестраховка не свойственна хищникам. Их кормят ноги. В ближайшем окружении домика мы сразу заметили массу следов, натоптанных песцом. Но сам хозяин нам на глаза не попался. Лишь только на третий день мы заметили его в нашей куче пищеотходов, которое располагалось на берегу реки. Может привыкнет к нам и подружится с нами вместо волков. Смешно. А это следы росомахи. Она, не побоявшись мороза и холодной воды, переплыла реку, вывалилась в снегу, просушила шерстку и дальше отправилась по своим делам. Трусливый и одновременно бесстрашный зверь. Как-то раз у нас из-под носа росомаха утащила целого чера, килограмма на четыре, который висел рядом с домиком и вялился. Самое интересное, мы в это время были в домике, завтракали, и она не побоялась так близко подойти. А ведь в лесу, когда ее встретишь, она быстро уносит ноги. Росомаха, как и песец, тоже повадилась проверять пищеотходы. И это не удивительно, ведь зимой многие звери становятся бесстрашными. Как говорится, голод не тетка. С каждым днем светлое время катастрофически сокращалось и становилось заметно холоднее. Солнышко уже высоко не подымалось, а только скользило вдоль плато, периодически прячется за вершиной. Если летом мы частенько обходились без чая, то теперь мы его делали каждый наш выход. Хорошо сидеть на солнышке, попивать чаек и слушать тишину, которую изредка нарушали крики воронов. Пока снега выпало немного, первым делом мы наведались к логову и прошлись по тем местам, где летом жили волки. Долина была пуста. Ни одного волчьего следа. Вот неудача. Как-то возвращаясь с очередного выхода, в двухстах метрах от домика на дереве мы заметили затаившегося соболя. Вот еще один очередной сосед подтянулся к нашему жилью. Впоследствии соболь осмелел и стал появляться у домика даже в наше присутствие. А за еду, которую мы выносили на помойку, он даже не страшился конфликтовать с писцом, который уже подружился с нами и чувствовал себя полноценным хозяином. Не стоит нас корить за помойку. Мы никогда не выбрасываем в тайге мусор, который может навредить природе. Весь бытовой мусор мы вывезли на свалку в Норильск. А пищи отходы высыпаем на речную косу или в реку. Сесные остатки подберут животные и птицы. А остальное сгниет бесследно или его смоет река. Возле жилья нельзя накапливать мусор. Он своим запахом будет привлекать животных. А это может кончиться плачевно и для нас, и для них. В октябре по реке поплыла шуга. Значит скоро и озеро замерзнет. Темное время стало преобладать в суточном режиме, и мы вынуждены были рано возвращаться в домик и запускать генератор, чтобы коротать темноту. Не знаю, но почему-то, несмотря на крепкие морозы и раннюю темноту, это время года на Путерана мне очень нравится. Наверное, из-за северного сияния, которое всегда разгоралось по вечерам и полыхало отовсюду на небосклоне. Мы выходили и, задрав голову вверх, радовались, словно мальчишки праздничному салюту, надеясь увидеть цветные всполохи. И нам иногда везло. Чтобы снять сияние, я укутывал камеру, словно себя в теплое одеяние, и оставлял ее на пару часов на морозе. И нам удалось заснять причудливый танец небесного огня, который живую можно посмотреть в отдельном ролике на канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К ноябрю снега прибавилось прилично, и ходить по лесу стало трудно. Мы передвигались в основном по долине, где снег сдувало ветром, но иногда заходили и в лес. Волки никакой активности так и не проявляли. За все время мы встретили следы только двух одиноких особей, что само по себе было странно. Но нам было не скучно. С нами постоянно следовал наш игривый сосед, который полностью освоился и считал нас своими товарищами. Мы понимали, что такое поведение писца не может быть нормальным. Он явно был болен и, скорее всего, бешенством, хотя слюни изо рта у него не бежали. Поэтому мы старались не прикасаться к нему открытыми участками тела. А так хотелось взять белого на руки, потеребить его мягкую шерстку и поцеловать черный носик. Со временем писец совсем потерял страх и стал нагло воровать наши вещи, где бы мы ни находились. О его проделках на канале есть забавный ролик. Писец и Башир. А там лес какой на том берегу. Вообще весь виден. Октябрь на исходе. Но, на удивление, озеро еще сопротивлялось морозу. Оно парило, словно открытый бассейн с подогревом. Мы по вечерам приходили на его берег, любоваться закатами и слушать тишину. А вдруг где-то отзовутся волки. Но, кроме шепота волн, мы никого не слышали. 29 октября озеро все-таки сдалось натиску мороза и к утру покрылось льдом, припорошенным изморозью. Мы тут же, осторожно ступая, отправились вдоль берега исследовать дальние дали. Хорошо идти, не глядя под ноги, которые были упакованы в самую лучшую зимнюю обувь – валенки. Пройдя Северный залив, наше путешествие закончилось. Оказалось, что дальше озеро еще не замерзло. Только спустя несколько дней оно встало целиком, по крайней мере на удалении 30 км на расстояние, которое мы могли видеть. Пора появиться оленям. Путь открыт. А их все нет и нет. Мы уже стали отчаиваться, и наши надежды встретиться с волками, та или каждый день. В нашу сторону движется стадо. Если они сюда пойдут, давай за той корягой устроим засаду. Тогда надо спешить. Все. Стоп. 8 ноября мы увидели в долине небольшую вереницу оленей, которые направлялись в сторону озера. Наконец-то появились. Перед нами шли пионеры большого потока. В первой волне оказалось голов 300. Неплохо для начала. Теперь осталось за малым. Дождаться волков. Радостные мы возвращались к домику. И на берегу реки нашли мертвым нашего белого друга. Вот почему так долго мы его не видели. Мы ужасно расстроились, в отличие от Соболя, который, очевидно, был рад такому исходу. Теперь он без страха может промышлять у домика. Раньше Соболь так безопасно не мог ходить по земле, знал, что его караулят. Один раз он зазевался, и его тут же настиг Песец. Весовая составляющая была не в пользу Соболя. Пришлось отступить на дерево. Вскоре Соболя постигла та же участь, что и Песца. Он погиб. Видать, Песец передал ему свою болячку во время драки. Так вот и бывает в природе. Никто никому не желал зла, но все умерли. Мы прожили почти 9 месяцев в окружении дикой природы. Что я узнал за это время, и что я скажу своим друзьям и близким, когда они спросят меня, нашел ли я себе друзей среди волков. Скажу им всю правду. Волки всегда были рядом с нами, но мы их не видели. Мы думали, что наблюдаем за волками, но на самом деле они наблюдали за нами. Теперь я точно знаю, что даже если мы останемся в их мире навсегда, мы никогда не станем для волков близкими друзьями. Вот и все. Экспедиция закончена. Мы улетаем. Прощай, Айян. Спасибо тебе, что приютил нас и открыл свои тайны. Усевшись возле иллюминатора, я вглядывался в любимые горы и пытался понять, как в разумно устроенном мире эти миролюбивые хищники могли стать для человека ненавистными животными. Почему люди стремятся уничтожать волков? Уж не по той же самой причине, по которой они уничтожают себе подобных. Я полагаю, что причина кроется во всеобщем неведении, подкрепленном слухами, домыслами и всякого рода ахинеей. Порой мне кажется, что фраза «С волками жить, поволчь и выть» могла родиться только в обществе людей, ничего не знающих о волках. Вы можете со мной не согласиться, но я в этом уверен. И в этом нам помогли убедиться наши друзья и близкие для нас люди, которые поддерживали нас и проект на всем его протяжении. Без них фильм бы не вышел. Спасибо вам. Отдельная благодарность вам, зрители и поклонники, за ваш интерес, понимание и за терпение рекламы во время просмотра фильма и других роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова